В этой стране ничего не менялось, трудное детство, нищая старость, все как было, так и осталось. Унылые лица, усталая вялость, голодные люди, сытая власть. В этой стране ничего не менялось, вечные пробки с тройкой. Привет, друзья! Все вы помните, как у нас один замечательный пропагандон, один прекрасный пропагандист, это Володя Соловьев, кричал про 2% дерьма. 1,9%. То есть вечные 2% дерьма. И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть, считают, что не могут портить людям праздник. Вот эти 2% дерьма считают себя вправе что-то кому-то в Москве объяснять. Так вот, неоднократно он говорил о 2% дерьма в нашей стране. Имел в виду он, конечно же, тех, кто против Владимира Владимировича Путина, нашего замечательного президента. И вот тема ролика, я думаю, что многие эту историю уже слышали, как девочку затравили в одной из деревень после того, как она написала письмо Путину. Это, по-моему, Томсино, деревня в Псковской области. И девочку зовут Таисия, маленькая девочка, написала письмо президенту Путину и сказала, что плохо они живут, что мама ее зарабатывает 5600 рублей в месяц, что они буквально вынуждены выживать, и у них нет денег на то, чтобы нормально покушать, нормально одеваться. И это письмо, оно как бы не получило ответа, президент на него не ответил никаким образом. Но до чиновников местных это письмо все-таки дошло. Местные, после того, как журналисты об этом стали распространять информацию, местные чиновники вызвали маму этой девочки после того, как она две смены подряд, двое суточных, оттрубила на ковер и всячески ее там отчитали, чтобы она там приняла меры по воспитанию ребенка, чтобы ее ребенок прекратил вот такую всякую глупость и писать о том, что в их прекрасном регионе людям еле-еле хватает денег на еду. Так вот, после этого неравнодушные граждане... У нас не 2% конечно же дерьма в нашей стране, у нас дерьма в нашей стране гораздо больше, но вот неравнодушных людей, хороших людей в России тоже много, неравнодушные граждане стали всяческим образом помогать этой семье. То есть они присылали там какие-то подарки, покушать там что-то из бытовой техники, покупали деньгами, отправляли. И вот этой девочке Таисии, они всячески помогали. После чего жители деревни Томпсона, они озлобились, они стали завистливыми, злыми и начали откровенно девочку травить. Так вот, в своих комментариях они даже, жители этого Томпсона не скрывают, они говорят, что какого хрена ей присылают подарки, какие-то подачки, какие-то там деньги, какую-то технику. А нам тоже хочется, пусть делятся с нами мы ее соседи, какого хрена, типа все ей там, а нам ничего. То есть чисто из зависти, мотив очевиден, они стали травить эту девочку, травить ее начали в школе, травить ее начали взрослые, травить ее начали дети, всячески издеваться, всячески обзывать, угрожать. То есть взрослые стали угрожать ей, что они буквально угрожали матери, что изнасилуют, что порвут ее дочь от уха до уха. То есть вы вдумайтесь, взрослый человек угрожает порвать от уха до уха маленького ребенка. Поэтому, когда мы говорим о дерьме в нашей стране, хочется сказать, Владимир Рудольфович, дерьмо в нашей стране, оно не зависит от того, поддерживаешь ты или Путина, хуютина там, еще какого-нибудь там козла, такого же, как Путин. То есть не зависит от религиозных каких-то взглядов, не зависит от политических взглядов. Дерьмо в нашей стране зависит от поступков, от таких поступков, тех слов, которые говорят люди, тех дел, которые они делают. Вот как, например, жители этой прекрасной деревни Томсина, которые посчитали охренительно правильным решением затравить маленького ребенка за то, что он написал письмо президенту, даже не за письмо, а за то, что этому ребенку стали помогать неравнодушные граждане. И все это, все это дерьма становится все больше и больше в нашей стране, потому что такие уроды, такие вот выродки, как Соловьев, как Скобеева, Попов, Норкин, кто там еще, Шейнин, этот полудурок, который на себе майку рвет, а то оденет тельняшку, дебил, обожрется какой-то сивухик и лезет в экраны там какой-то дичности. То есть эти люди, которые начинают агрессивную пропаганду, которые каждый день без устали с экранов телевизоров нам кричат о том, что есть плохие нации, есть целые плохие народы, есть плохой, очень запад, эти поганые американцы, которых один из журналистов кричит, какой он журналист, это Мудила, это Киселев, это радиоактивный пепел, он там кого-то угрожает превратить, то есть мы их там всех там заможем за пять минут там уничтожить, то есть вот такая агрессивная пропаганда, которая принижает целые народы, которая у людей пробуждает ненависть к целым народам, которая у людей пробуждает ненависть к оппозиции, у людей пробуждает ненависть к другому мнению, к другому вероисповеданию, к другому выбору даже, потому что у нас эти прекрасные сука-журналисты-пропагандисты, они даже за точку зрения считают, что нужно гнобить людей и называют это конкретно дерьмом, это вы дерьмо, это вы дерьмо, у нас больше чем 2% дерьма в нашей стране, это вот такие люди, которые затравили девочку, таких людей у нас в стране тоже немало, этих уродов, это такие люди, как вы, как Шенин, как Киселев, Соловьев, Скобеева, Попов и другие вот эти вот норкины, хреноркины, которые вот это навязывают агрессивную повестку дня, агрессивную пропаганду за власть, вот, вот у нас, у нас больше 2% дерьма, и это дерьмо, это вы, это вы и есть, поэтому как-то так немножко накипело, наболело и захотелось высказать свою точку зрения по поводу этого вопроса, всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии под видео, и вы поможете каналу, если будете распространять это видео в соцсетях, всем спасибо, всем хорошего дня, пока!